Итак, мы продолжаем наш разговор о выступлении российских команд в Еврокубках. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на печальном положении дел в таблице коэффициентов УЕФА, где мы, с одной стороны, все-таки отстояли свою десятую строчку, ничья, добытая локомотивом, не позволила нам потерять эту позицию и оставила нас на плаву, но при этом сути положения это не меняет, потому что нам очевидно, сейчас, к сожалению, наш чемпионат деградировал, команды набирают очень мало очков, за три матча группового этапа у нас всего один балл, добытый как раз-таки локомотивом, и в этих условиях мы можем потерять десятое место в таблице коэффициентов, а потом можем просто обвалиться в пропасть, потому что я, я вот специально подсчитал, мы можем оказаться на восемнадцатой позиции, и такой вариант развития событий вполне себе вероятен. Давайте разберемся почему. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вообще, знаете, какое-то двоякое впечатление осталось от первого тура группового этапа. С одной стороны, всего один балл – это провал. С другой стороны, мы видим «Зенит», который достойно бился против «Челси», против обладателя Кубка Чемпионов. И мы видим «Локомотив», который в концовке наказал в меньшинстве, причем наказал Марсель за разгильдяйство и за расслабленность в концовке встречи. По-моему, это неплохо. С другой стороны, в сухом остатке у нас все равно одно очко всего лишь. И это грусть-печаль. Тем более, что сейчас нам нужно набирать за пятерых вот эти самые очки. Напомню, что в таблице коэффициентов общее количество очков делится на изначальное количество команд. То есть, у Ефа сейчас плевать, что у нас осталось три коллектива в Еврокубках. Изначально было пять команд у России. Стало быть, и все очки, которые сейчас добывает «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», если они будут их добывать, они будут делиться на пять. Поэтому здесь нужно пахать за себя и за того парня. А у наших команд пока что не особо получается. В плане результата. Ну, а «Спартак» еще и игру откровенно-посредственную показал в матче с Легией. На мой взгляд. В общем, ситуация неприятная. И да, мы отстояли десятую позицию в таблице коэффициентов. Ну, потому что украинские команды тоже выступили хреново. Тоже набрали всего одну очко на троих. И здесь тоже есть о чем призадуматься. Шахтер сенсационно проиграл Шерифу, условно говоря, молдавскому, потому что там состав, это такой, знаете, лютый интернационал. Что касается Луганской ЗАИ, она проиграла Бюде Глинту. Это вообще норвежский, по-моему, какой-то коллектив. Но только динамо киевская показала себя с Бенфикой. Да и то, знаете, с одной стороны, неплохо, что сыграли в ничью с таким серьезным соперником. С другой, это тоже минус. Потому что, смотрите, в группе у киевского динамо Барселона и Бавария и Бенфика, с которой в ничью сыграли дома. А там еще на выезде играть, где португальцы будут фаворитами. То есть здесь, в рамках этого противостояния, за третье место, а мы понимаем, что Киев и Бенфика не зацепятся за первую или вторую строчку, потому что есть Барса и Бавария. Так вот, здесь, ну я считаю, что это в том числе и минус для Киева. И вообще сейчас и у Шахтера, и у Зари, у этих донбасских команд будут сложные соперники, опасные соперники в ближайшее время. Короче говоря, мы видим, что у киевских и донецких команд сейчас есть реальная перспектива не попасть вообще никуда нафиг. Ни в какой плей-офф. Ни плей-офф Лиги Европы, Лиги Чемпионов, Лиги Конференции, неважно. Потому что перспективы крайне смутные. А вот у наших команд все более-менее прилично, потому что у Зенита все важные матчи впереди. Локомотив добыл важный балл, потому что все-таки Марсель сейчас опасен. И что очень важно, вот мы видим, что у Локомотива в будущих соперниках числится Лацо, а Лацо взял, да и проиграл Галта Сарави. Есть ощущение, что итальянцы снова взялись за старое и начинают наплевательски относиться к Лиге Европы, ко второму по значимости турниру. Поэтому здесь, на мой взгляд, перспективы есть у наших коллективов. Их даже побольше, чем у украинских. И кажется, что мы должны отстоять десятую строчку. Но здесь включаются правила УЕФА. Дело в том, что в таблице коэффициентов учитываются результаты за пять последних сезонов. И по окончании текущего игрового года у нас, к сожалению, сгорят очки, которые были набраны в сезоне 17-18 года. А это 12,6 балла. У Украины в том же году было всего 8 баллов. То есть у них сгорит на 4,6 балла меньше. И что это означает? Что украинцы могут нас догнать и перегнать. Просто за счет вот этого. Разницы в сгоревших баллах. И таким образом, это нам сейчас нужно отыгрывать от украинцев потенциальное отставание. Потому что сейчас наш перевес 0,4 балла. Но в конце года украинцы получат минус 4,6 балла разницы между своим чемпионатом и российским. То есть это уже нам фактически нужно отыгрывать 4,3 очка. Вот такая сложная ситуация, но она присутствует. И вот понимаете, в этих условиях украинцы, ну они не то чтобы гарантированно, но с очень высокой долей вероятности могут перегнать нас. И увы, не только они. Потому что по такой же системе нас может обойти еще несколько чемпионатов. Сербский, бельгийский, шрицарский, хорватский, чешский, греческий и норвежский. Все эти команды, все эти чемпионаты, они нас обгонят прямо сейчас вот в режиме реального времени. Потому что у них тоже сгорит меньше очков по окончанию текущего сезона. И получается, что вот этих сгоревших очков, их у нас будет много, у них мало. За счет этого опять же сократится разница и все они нас обгонят. Поэтому сейчас потенциально, скажем так, все эти чемпионаты уже выше нас. И мы должны выступать лучше, чем они, чтобы отыграть это отставание. И чтобы в итоге не скатиться в полную жопу. Потому что если все эти чемпионаты нас обгонят, мы найдем свой чемпионат в итоге на 18 месте в таблице коэффициентов UEFA. А это, простите, откат в 90-е годы, начало 2000-х и так далее. Когда у нас была одна команда в Лиге чемпионов и четыре команды суммарно. Ну, понимаете, это жопа. По-другому и не скажешь. И в этих условиях, во-первых, очень серьезно деградирует сам чемпионат. Потому что будет меньше позиций, за которые будет вестись полноценная борьба между командами. Меньше позиций еврокубковых. И меньше позиций в Лиге чемпионов всего одна. Ну и главное, теоретически, здесь может произойти ситуация, что у нас будет всего одна команда в групповой стадии. Потому что все команды наши будут начинать на отборочном этапе. Наш чемпион, если мы окажемся на 18 месте в таблице коэффициентов, он уже не будет напрямую попадать в Лигу чемпионов. И это большая проблема. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.